Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня четверг, 2 ноября. Мы начинаем наш мастер-класс. Хотелось бы сразу уточнить, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы вы могли начинать обсуждение тех тем, которые мы сегодня для вас подготовили. Пожалуйста, поставьте плюсики. Да, я уже вижу в общем чате обратную связь. Спасибо большое. Переходим к плану сегодняшнего мероприятия. Мы, как обычно, начнем с небольшой теоретической вводной части, потому что допускаем, что среди вас есть новички, которые только начинают в данной сфере ознакомиться, поэтому, конечно, нужен необходимый теоретический базис. Но это буквально 7-10 минут, не больше займет, может быть, даже быстрее гораздо. Мы рассмотрим все эти вопросы, касаемые методологии, касаемые теоретических аспектов. И затем начнется самое интересное. Мы обсудим ключевые новости, которые повлияют на курс криптовалюты биткоина, в первую очередь, в ближайшие недели. Мы обсудим то, что происходило сегодня и в последней торговой сессии. Наверняка вы знаете, что вновь состоялось обновление исторического максимума по биткоину буквально сегодня. И, конечно, нам будет что обсудить в этой связи. Нужно понять, что делать дальше, наметить план действий, потому что многие сегодня фиксировали прибыль, те, кто покупал на пробое важных уровней ранее. И вот в этом контексте, опять же, важно понимать, что ожидать далее. Коррекцию, либо продолжение роста. И вот затем, после обсуждения ключевых новостей, мы уже перейдем в торговую платформу Meta324 и посмотрим в режиме реального времени те ключевые инвестиционные идеи, которые в данный момент будут наиболее перспективными. Ну и в конце будут небольшие бонусы для внешних зрителей, поэтому советую вам оставаться с нами до самого конца. Ориентировочно на 45-50 минут мы будем общаться. На протяжении всего времени можете вопросы в общий чат писать, либо в специальный раздел вопросов. Обязательно на них ответим ближе к концу сегодняшнего мастер-класса. Итак, наверняка все уже из вас слышали что-то, либо знают про криптовалюты, про биткоин в первую очередь. Это актив, который полностью является виртуальным, либо цифровым. По сути, вот сейчас можно все, что угодно приобрести уже за цифровые валюты. Постепенно стирается грань между привычными деньгами, которыми мы пользуемся каждый день, точнее банковские карты, например, и криптовалютами. Запущены уже даже специальные аналоги банкоматов, где можно, скажем, купить, точнее терминалы специальные, где можно купить биткоин, либо обменять его на доллары. В общем, инфраструктура очень стремительно развивается. И сразу любой вопрос, точнее любого новичка возникает вопрос, зачем нужны криптовалюты и что с ними можно делать. Как я уже обозначил, ими, конечно же, можно совершать различные платежи и расчеты, но самое интересное, самое важное, это то, что можно использовать криптовалюту для получения дополнительного дохода, то есть для инвестиций и для спекулятивного заработка. Опять же, мы неоднократно уже в ходе своих вебинаров отмечали тот стремительный рост, который мы наблюдали по биткоину и по прочим криптовалютам на протяжении этого года. И, как вы сами видите, эти движения еще далеко не закончены. Все самое интересное, вероятнее всего, еще впереди. Поэтому, опять же, если вы только начинаете с данной сферой ознакомиться, советую как можно быстрее включаться в эти процессы, чтобы использовать данную возможность и начать торговать на своем счете, либо воспользоваться инвестиционными продуктами. Об этом, опять же, мы позже поговорим. Двигаемся дальше. Про биткоин, главную криптовалюту, я уверен, все слышали. С первых полос газет, прежде всего, конечно же, интернет изданий, в этом году не сходит данная криптовалюта. Мы довольно часто еще проводим аналогию между майнингом и трейдингом криптовалют, потому что, опять же, новые биткоины и другие криптовалюты появляются в результате майнинга, то есть процессе обработки транзакций. Если говорить простым языком, то вы можете использовать, скажем, свой компьютер, мощность своего компьютера для того, чтобы получать биткоины. Казалось бы, из ничего, но на самом деле это не так. Вы как бы отдаете ресурсы своего компьютера для того, чтобы обработать некие транзакции и получить за это вознаграждение. Вот этот процесс называется майнингом. Конечно, в данный момент заниматься им, может быть, не так. У кого нет звука, пожалуйста, просто обновите страницу, потому что звук есть, на самом деле, с нашей стороны. Видимо, где-то на вашей стороне есть какая-то техническая проблема. Так вот, как я и сказал, майнинг в данный момент становится, по крайней мере, майнинг биткоина, занятием не очень прибыльным и эффективным в силу того, что нужны, во-первых, большие стартовые затраты на оборудование. Если раньше можно было делать, получать вознаграждение в виде биткоина на простом домашнем компьютере, то сейчас необходимы довольно серьезные по своим характеристикам техническим фермы, так называемые майнинг. И поэтому, на самом деле, многие из тех, кто раньше занимался получением добычи криптовалют, сейчас переориентировались на трейдинг криптовалют, то есть начали торговать и зарабатывать на спекулятивном изменении курса цены. Ну, простой пример. В январе текущего года один биткоин стоил менее 900 долларов. То есть, купив его тогда, скажем, за 800-850, можно было продать его либо, скажем, весной за 2,5-3 тысячи долларов, либо ближе к концу лета уже за 4,5-5. Но в данный момент мы видим, что котировка доходит уже до 7 тысяч долларов за один биткоин. То есть рост более чем на 700% всего лишь за один год. Это абсолютный рекорд среди всех финансовых активов. Поэтому, конечно, есть гораздо больший соблазн заниматься торговлей криптовалютами, нежели, скажем, их добычей. Хотя, с другой стороны, добыча криптовалют – это более такое долгосрочное мероприятие, поэтому, конечно, оно будет дольше окупаться, но, однако, может приносить какой-то доход регулярный. Но, опять же, важное отличие заключается, и важное преимущество торговли криптовалютами заключается в том, что если вы, скажем, торгуете ими, то можете зарабатывать, получать доход даже на снижении курса. Если же вы майните криптовалюту, то в таком случае... Если же вы занимаетесь майнингом криптовалюты, то при снижении курса вы будете нести потери, потому что, опять же, то, что вы получаете, будет обесцениваться. Если же мы, скажем, имеем торговый счет и имеем некий капитал на нем, скажем, в долларах, либо в биткоинах всех же, то можем продать криптовалюту. Такой инструмент у брокерских компаний есть, и вы можете зарабатывать, в том числе, на снижении курса. Опять же, сегодня мы чуть позже это обсудим. Есть некие предпосылки того, что в ближайшие месяцы, вероятно, будет некая серьезная коррекция по биткоину. Если мы посмотрим на график, то увидим сами, что движения по биткоину довольно цикличны, как и по любому другому финансовому активу, поэтому за периодом взрывного роста всегда следует некая коррекция, то есть откат к прежним значениям. Поэтому, опять же, вот вариант заработка именно с помощью торговли, а не майнинг криптовалюты, он остается, и он будет весьма и весьма перспективным. Вот известный факт про то, что количество биткоинов ограничено, и точная цифра также всем знакома. Другое дело, что сейчас из-за того, что мы наблюдаем многочисленные форки, в том числе разделение протоколов и появление новых криптовалют на основе биткоина, можно так сказать, либо тех, которые появились в результате разделения биткоина. И получается уже так, что на самом деле вот это преимущество несколько сходит на нет, потому что, если мы, скажем, ранее знали, что биткоинов 21 миллион, например, то появляется биткоин кэш, и оказывается, что количество монет биткоин кэш тоже, допустим, известно заранее. Если я не ошибаюсь, можете мне поправить, тоже около 21 миллиона их планируется всего. То есть во многом данная характеристика и вот тот элемент ограниченного предложения, о котором мы говорили в ходе прошлых вебинаров, постепенно сходит на нет. То есть если мы знаем, что количество чего-то ограничено, но это что-то очень полезно, то, конечно, цена на такой актив будет постоянно увеличиваться. Если же мы наблюдаем, как каждую несколько недель происходит разделение, скажем, одной монеты на две, то видим рост предложения, то есть этого актива становится больше, а значит цена на него не может расти прежними темпами при прочих равных условиях. То есть если мы забываем про другие переменные вот в этой задаче, назовем ее так. Биткоины хранятся на специальных кошельках, их можно хранить и рекомендуется это делать сейчас именно на онлайн, на облачных ресурсах, не на жестком диске компьютера, скажем, либо на мобильном устройстве, как это было ранее. Вы правильно написали, как раз к этому я и подхожу, то что многие, конечно же, допустили в свое время такую серьезную ошибку, как хранение криптовалют на жестком диске, потому что если он приходит в негодность, то сделать со своими монетами уже ничего нельзя, вы не сможете их потратить, если они хранятся у вас на жестком диске компьютера. Неоднократны были ситуации, когда кто-то либо по незнанию технологии, либо просто по какому-то недоразумению, скажем, избавлялся, выбрасывал старый жесткий диск, либо он ломался и терялись в сети криптовалюты, которые хранились на нем. Но мы все-таки говорим не в контексте того, какое количество монет можно использовать для торговли, для покупки или расчетов, а говорим просто про конечную цифру и говорим про соотношение предложения и спроса. Вот то, что, по идее, должно обеспечивать постоянно рост криптовалюты, хотя в данный момент то, что мы наблюдаем, является только лишь следствием вот данного фактора, который вы видите на этом слайде, психологии участников рынка и приток новых средств в эту сферу. Давайте посмотрим, как это было на истории. С конца прошлого года в Китае начался основной бум на криптовалюты, потому что местный народный банк и правительство запретили либо ввели жесткие ограничения на покупку иностранной валюты, доллара и евро в первую очередь. И поэтому население, которое хотело свои риски диверсифицировать и исключить, скажем, наличие только китайских юаней в своих, скажем, портфелях, условно, либо на депозитах, начали массово покупать именно биткоин. И вот первичный импульс был дан именно за счет вот этого рискового увеличения объема. Так или иначе, по мере того, как мы видели резкое ускорение курса, появлялся все новый приток ликвидности, новый приток новых средств в данную сферу. И именно новые средства обеспечивают тот рост, который мы видели на протяжении всего года. То, что мы имеем возможность наблюдать сейчас, вот эта последняя волна взрывного роста является следствием как раз-таки форков биткоина. Те, кто, например, раньше не держал биткоин на своих кошельках, не занимался, не интересовался данной сферой, вдруг услышал, что просто имея биткоин на кошельке, можно получить такую же сумму, но уже в другой биттовалюте. То есть, по сути, можно за несколько дней буквально прибавить около 40-50% как минимум к своим капиталам. И, конечно, это спровоцировало приток новых участников рынка. Но, опять же, другое дело, что когда вот этот ажиотаж низко спадет, потому что мы видели, как летом, особенно летом, преобладало участие в ICO, сейчас постепенно ICO сходят на нет, затукают, потому что их очень много, очень много недобросовестных, некачественных ICO. И вот сейчас все внимание переключилось на форки, на новые ответвления от основной ветки биткоина. Мы видели уже появление биткоин кэш в августе, видели появление биткоин голд, и вот на ноябрь запланировано, на 17 ноября запланирован следующий форк. И, конечно, все это, на наш взгляд, несколько нарушает стабильность в данной сфере, и, конечно, могут быть слабо прогнозируемые результаты от данных явлений. Но вот главный постулат заключается в том, что взрывной рост биткоина вызван в первую очередь притоком все новых и новых средств в данную сферу. Когда мы будем говорить про ключевые события, которые нас ожидают в ближайшие недели, мы еще вернемся к теме именно ликвидности, капитализации криптовалют и обсудим, как это может повлиять на дальнейшие движения в котировках биткоина. Вот основные термины, которые нужно знать, они все довольно простые. Это блокчейн, по сути, это технология хранения и обработки информации, на основе которой созданы все криптовалюты. Но, опять же, важно понимать, что блокчейн это не только криптовалюта, это куда более широкое масштабное явление, которое может быть использовано и уже используется многими банками, правительствами различных стран. И, конечно, не нужно уравнивать два этих понятия, а по сути, биткоин и криптовалюта это только небольшая часть, небольшой способ, маленькая часть того, как можно использовать технологию блокчейн. Далее, конечно, скажу еще раз про ICO. Стало возможно данное мероприятие благодаря появлению эфира. И что такое ICO? Это просто способ привлечь инвестиции под реализацию какого-либо, прежде всего, бизнес-проекта, либо стартапа технологического. да? И очень важно понимать, что ICO, как я и сказал, реализуется на основе криптовалюты эфир. И, конечно, вот повторюсь, летом был очень большой ажиотаж, сейчас он низко спадает, но, тем не менее, еще можно найти довольно перспективные проекты, но требуется гораздо больше времени и больше опыта, конечно, в том, чтобы отсеивать не настоящие проекты с низким потенциалом в дальнейшем. Вот, по сути, и все из теоретической части. Вот только один момент хотелось бы еще детально обсудить это то, как можно торговать криптовалютами и через какие компании вообще можно это делать. Как мы выяснили, в данный момент именно торговля криптовалютой приобретает наибольшую популярность вместо привычного майнинга и изначально работать с криптовалютой можно было только на специальных биржах, которые, по сути, представляют собой обычный онлайн ресурс, сайт никем не регулируемый, который может закрыться, скажем, в любой момент и такие инциденты уже были и можно еще торговать через брокерские компании. Вот компания Markets, которая для вас данный вебинар проводит, является представителем данного цеха, что называется, является брокером и можно торговать криптовалютой, зарабатывать на изменении их курса, именно открыв счет в одной из компаний брокерских. Плюсы вы все видите сами на данном слайде, просто их проговорю, это наличие физических офисов, опять же, что говорит о надежности, работая с данными компаниями, дополнительная защита, например, в Амаркетс от регулятора Financial Commission есть защита до 20 тысяч долларов на каждую претензию клиента, если какой-то спор не удастся решить напрямую с брокером, и все брокеры, которые входят в Financial Commission ежемесячно, отчисляют довольно приличные суммы вот в этот компенсационный фонд, который может быть использован на покрытие и урегулирование споров. Плюс довольно удобный вывод, отмечу, что, например, у нас в компании нет комиссии на пополнение счета вовсе, на снятие она обычно не превышает 1%. Это весьма удобно. И самое главное это наличие платформы для торговли. Мина 3D4 это отдельное приложение либо отдельная программа на ваш компьютер, которая позволит анализировать график цены и принимать торговые решения. То есть это все гораздо более профессионально и удобно реализовано по сравнению с биржами криптовалют. Поэтому, опять же, рекомендуется начинать работу с криптовалюта именно через регулированные брокерские компании, нежели через биржи криптовалют, которые постепенно, кстати говоря, отходят на второй план. Перейдем к торговому терминалу, вот то, о чем мы сейчас говорили, и обсудим ключевые торговые идеи, а также новости, которые нас будут ожидать. Сейчас я запущу демонстрацию рабочего стола моего компьютера, увидим платформу, увидим графики и также попрошу вас поставить плюсики в общий чат, если вы увидите именно рабочую область, график, котировки и прочее. Да, отлично, отлично, все видно, поэтому переходим уже в торговый терминал. Вкратце хотелось бы поговорить еще про предстоящие форки, то есть разветвление в основной ветке протокола биткоин. На самом деле есть сейчас довольно много аналитических оценок, которые считают, что вы сами можете обратить внимание, что форков становится все больше. То есть если, скажем, в предыдущие годы обновления протокола происходили незаметно и довольно нечасто, сейчас мы видим мало того, что регулярное обновление протокола, так и видим, что это происходит с прежней одной, появляется две, затем еще, скажем, биткоин делится, вот мы видели, как появился биткоин гол. На самом деле это должно несколько настораживать, ни в коем случае не хотелось поговорить, что, скажем, биткоин будет сильно падать в ближайшие недели или месяцы, это скорее долгосрочное такое замечание, касаемое того, что если мы проведем аналогию с фондовым рынком, допустим, у нас есть условная компания, акционерное общество, например, которое выпустило свои акции, они торгуются на бирже, и допустим, если, скажем, вот этой компанией отделяется часть, как это по аналогии происходит с биткоином, то есть от биткоина отделяется некая часть, то в таком случае и вот при этом, скажем, вместо акций одной компании на бирже уже начинает торговаться акции двух компаний, потому что, скажем, одна делилась, одна небольшая делилась от общей большой компанией. В таком случае акции основной компании обязательно снижаются в цене, потому что, на самом деле, логично, если, скажем, отсоединяется часть, то, значит, будет снижение доходов, будет снижение капитализации, точнее, активов вот этого акционерного общества, и логично, что котировки акций будут снижаться, но почему же в таком случае с криптовалютой мы видим обратный эффект ровно, то есть появляется, казалось бы, отделение, да, отделение, часть небольшая отходит от, скажем, допустим, биткоин-кэш, да, отделяется от общего протокола биткоин, и по сути, если этот биткоин-кэш что-то хоть стоит, то на эту же стоимость должна падать цена самого биткоина, но опять же мы наблюдаем обратный эффект в силу того, о чем мы говорили ранее, то есть есть приток именно новых средств в данную сферу, идет активный рост именно на основе притока нового капитала, и конечно в таком случае вот довольно сложно остановить тот рост, который уже имеется, поэтому тем более, что мы видим обновление исторического максимума цены, да, об этом мы сейчас тоже поговорим, пока хотелось бы вот именно отметить данную не состыковку, поэтому в перспективе среднесрочной, скорее так, да, то есть некраскосрочная, перспектива, можно будет говорить о том, что биткоин будет испытывать проблемы, и будет однозначена коррекция, и опять же мы видели похожие ситуации уже ранее в текущем году, в частности в августе, сентябре, да, мы помним, что была коррекция почти на 50% от максимальных значений, поэтому опять же нужно быть аккуратным, опять же, не стоит, возможно, поддаваться той эйфории, которая есть уже сегодня, если вы успели заработать на росте биткоина в последние дни, то это замечательно, трейдеры нашей компании довольно неплохо отработали последние торговые сессии, вы можете видеть это в общем чате, телеграм-чат у нас есть для общения всех трейдеров, для публикации актуальных торговых идей, ссылка уже есть в общем чате, и можете присоединяться, уже несколько сотен там прейдеров насчитывается, поэтому в любом случае будем рады всех видеть. Но вот опять же вернусь к той мысли, которую начал озвучивать, то, что сейчас не стоит входить на покупку большим объемом, потому что некий выход объема уже мы пронаблюдали, то есть если мы опять же будем смотреть на прошлые подобные ситуации, то отметим, что когда на протяжении нескольких дней идет увеличение, столь резкое увеличение стоимости биткоина, затем следует период затишья небольшой, то есть это будет боковая консолидация, либо даже снижение. Поэтому опять же сейчас есть некий повод задуматься о том, что покупать с нуля, если вы ранее еще этого не делали, биткоин, сейчас может быть не самая перспективная идея, если делать это то, небольшим объемом. Желательно дождаться небольшой стабилизации, либо коррекции курса, и покупать после отката, либо при формировании нового максимума, когда он будет уже известен, когда будет некий откат дожидаться, обновления максимальных значений, цены прошлого. То есть синими линиями на графике отмечены именно такие ситуации. Мы могли наблюдать опять же, как в мае-июне максимальные котировки были не более чем 3000 долларов за один биткоин, затем вот момент, это первая синяя линия, мы видели пробой этого прежнего максимума исторического и всплеск в движении цены. Затем буквально вот в сентябре, в конце сентября, в начале октября был импульс, и опять же он вызван был именно обновлением прежнего исторического максимума. И буквально несколько дней назад мы тоже видели, как вот тот уровень 6000 долларов за один биткоин был преодолен. Более того, важный момент, что мы видели и некую консолидацию выше этого значения, все это, конечно, говорило о том, что рост продолжится. И так оно на самом деле и получилось. В ходе прошлых вебинаров мы, кстати, отмечали именно предстоящий рост, вы можете видеть записи всех вебинаров на нашем канале YouTube, в том числе запись этого вебинара там будет и все торговые идеи, которые мы обсуждали, вы можете проверить их на времени, то есть вернуться назад и проверить, как они себя показали. И вот на самом деле еще когда биткоин стоил около 3000 долларов начался разворот до важного уровня, мы говорили, что будет сначала тестирование максимального значения того времени это 5000, но в случае пробоя мы увидим отметки в 6 и в 6500 7000 долларов. Так в итоге и состоялось, опять же, все это есть в записах вебинаров и это можно все легко проверить. Довольно, кстати, несложно анализировать криптовалют с позиции теханализа, почему? Потому что опять же актив сравнительно новый, он имеет не более чем 10-летнюю историю пока и по сравнению с крупными другими финансовыми активами, будь то золото, облигации допустим, ходовые, вот в целом капитализация, то есть количество денег в сфере криптовалют пока еще относительно невелико, а хоть и постоянно увеличивается. Поэтому опять же есть такое замечание, как торговля от круглых значений цены, да, то есть это один из основных элементов технического анализа, и круглые значения цены, да, это 5, 5500, 6000 долларов, они себя отлично показывают. Вот мы увидели, что после пробоя уровня в 6000 долларов, мы наблюдали резкое движение, как раз таки докуда, до отметки в 7, да, то есть то, что мы видели сегодня выше, максимум был на отметке 7300, там цена надолго не задержалась, она сейчас как раз таки находится вблизи округлого значения цены, поэтому это еще один элемент торговой стратегии, да, то есть работа именно округлых значений цены. Ну и, кстати, прежние исторические максимумы были именно на этих отметках, да, мы видели сначала 3, затем 5, затем 6, и вот сейчас уже можем говорить, точнее, пока еще не можем окончательно говорить, потому что день сегодняшний даже не закрыт еще торговый, но есть вероятность, что мы вблизи отметки в 7000 ровно будем находиться, и это будет следующая отметка, на которой нужно будет внимательно следить за которой, да, потому что при пробое этого уровня будет следующий мощный импульс, то есть, опять же, многие отмечают, это вполне с точки зрения имеет место быть, да, то, что следующая отметка это округлый уровень уже в 10000 долларов, продавать биткоин, да, если вы вдруг считаете, что у данной криптовалюты нет каких-то шансов серьезных на дальнейший рост, можно только после подтверждения дополнительного, это будет, это должно быть, да, как минимум, возврат, должен быть возврат ниже прежних важных ценовых значений, да, если мы посмотрим на то, как формировалась коррекция на фоне негатива из Китая, то увидим, что перед сильным снижением, я сейчас отмечу эту область цветом на графике, чтобы вы видели прошлая большая коррекция, то прежде чем мы начали сильно лететь вниз, мы опустились ниже прежней консолидации, ниже прежних максимальных значений цены, вот вблизи именно данного уровня было большое скопление объемов, вы могли видеть на любой из бирж криптовалют, например, и вот после именно закрепления цены ниже данных значений и состоялся такой криткосрочный локальный разворот и движение вниз, то есть, если вы вдруг решили, что можно продавать биткоин, да, в данный момент, именно долгосрочно, да, то есть, в перспективе хотя бы ближайших недель, то сделать это будет правильнее всего ниже отметки в 6 тысяч долларов, то есть, тот импульс, который мы видели в последние дни, должен быть скомпенсирован обратным движением и затем уже можно будет задуматься о продажах. Пока же, повторюсь, никаких сигналов на разворот этого тренда продолжительного, никаких сигналов для этого нет. Далее, вот, главное открытие последних дней, это, конечно же, биткоин кэш, это, пожалуй, даже более, ну, одна из немногих криптовалют в данный момент, которая может сравниться с биткоином по темпам роста, да, то есть, мы видим во многом похожие формации с позиции технического анализа, видим, что также отлично работает стратегия на пробой прежнего исторического максимума, то есть, по данному активу важный уровень был на отметке 370 долларов за один биткоин кэш, мы несколько раз тестировали его, отмечу на графике также эти области желтым цветом, чтобы вы могли видеть, да, то есть, мы два раза касались этого уровня, затем на третий раз его пробили, и после этого увидели уже резкий рост цены. То же самое мы видели несколько дней назад, когда после пробоя отметки уже в 477, если быть точным, долларов за один биткоин кэш, мы также наблюдаем ускорение, резкий импульс в движении цены. Опять же, сейчас вероятнее всего будет некий период затишья, консолидации, либо коррекции вниз, это вполне логично, исходя из прошлого движения цены. Вот можно ожидать некий аналог того, что я сейчас на графике отмечу. Вот, обратите внимание, консолидация после взрывного роста следует период в несколько дней, когда цена топчется на месте, либо вот этот импульс постепенно угасает. Там накапливается большой объем позиций, кто-то закрывает позиции, кто-то закрывает новые, плюс появляется некий объем отложенных ордеров, и вот этот объем как раз-таки выходит после пробоя важного уровня. Поэтому сейчас во многом мы будем видеть аналогичную ситуацию, некий период затишья, и затем уже дальнейший рост. Вероятно, мы протестируем отметку в 700-800 долларов за один биткоин кэш. Двигаемся далее. Мы сегодня рассмотрим торговые идеи по примерно 8-9 основным криптовалютам с наибольшей капитализацией и наиболее перспективных. Безусловно биткоин и биткоин кэш главные сейчас хедлайнеры можно сказать в своем роде. Но прочие криптовалюты заслуживают меньшего интереса. Почему? Потому что опять же есть некая тенденция снижения альткоинов других меньше криптовалют за счет перетока капитала из альткоинов в биткоин. То есть те, кто имел в кошельках эфир либо допустим Монеро Рипл они начали продавать эти криптовалюты чтобы купить биткоин и получить как раз таки дополнительные деньги новый биткоин гон просто так. То есть все вполне логично но при этом отмечаем что если многие криптовалюты снижались довольно ощутимо и по отношению к биткоину и по отношению к доллару США то вот эфир пожалуй был сильнее других то есть не было какого-то сильного снижения на этом фоне по сути вот те кто держал скажем эфир на своих кошельках от него избавлялись неохотно и почти не делали этого вовсе тем не менее сейчас есть вот с позиции графического анализа такая ситуация довольно интересная и она скорее смотрится в контексте дальнейшего снижения эфира потому что опять же цена котировки пробивают линию поддержки сверху вниз мы видим в данный момент вот буквально сегодня на дневном графике мы закрепляемся ниже трендовой линии поэтому можно сейчас говорить о том что вероятнее всего снижение эфира может продолжиться в ближайшие дни опять же многое будет зависеть еще и от поведения криптовалюты вблизи отметки в 277 долларов это важный уровень можете отметить себе вот если мы посмотрим на график да то увидим что довольно большое количество раз цена касалась данного уровня ранее поэтому конечно поэтому конечно при пробое данной линии следует ожидать резкого импульса в движении цены именно вниз да то есть мы видели так же неоднократно в этом году как эфир может терять до 70 даже процентов своей цены максимальной поэтому во многом ситуация может повториться опять же отмечаем снижение интереса к ICO проектам сейчас все-таки вместо того чтобы участвовать в ICO которые являются высоко рискованными можно просто без риска купить биткоин так считают многие и получить тот же биткоин на свои кошельки либо биткоин кэш как это было ранее поэтому безусловно вот сейчас идея с ICO в целом она несколько на втором плане однако при появлении новых перспективных проектов обеспеченных именно реальным продуктом вот то чего не хватало ICO и не хватает сейчас возможно интерес вернется к этой сфере и конечно в таком случае эфир будет фаворитом то есть может по темпам роста опять же потягаться даже с биткоином что касается эфир классик вот сейчас мы видим график на этой криптовалюты то здесь также отмечаем боковую консолидацию и причем более того есть все шансы что в ближайшие дни будет пробит будет пробита нижняя граница канала который вы видите на отметке в 9.60 и в таком случае можно будет продавать эфир классик за развитием за развитием этой ситуации то есть когда уже появится точный сигнал на продажу вы сможете наблюдать в нашем телеграм чате телеграм канале каждый день напомню там публикуется технический анализ по всем ключевым криптовалютам поэтому как только будет интересная возможность и точка входа именно точка открытия сделки да момент открытия сделки по эфир классик то сразу же мы дадим знать об этом в телеграм канале что касается Zcash то здесь также наблюдается снижение объемов в целом пусть сейчас есть скорее некая тенденция восходящая мы видим что по сути можно провести такую линию поддержки вдоль которой постепенно набирается объем на покупку и например Zcash выглядит даже сильнее чем скажем эфир классик и даже чем эфир в данный момент но все-таки покупать данную криптовалюту мы бы рекомендовали выше уровня в 257 ну точнее даже 253 скорее точная цифра уровня доллара за одну монету вот именно если мы окажемся выше данного значения то можно быть высокой долей уверенности говорить о том что будет протестирован следующий уровень это 314 и возможно даже 420 долларов за одну монету по Монеро во многом ситуация похожа на эфир классик за одним исключением Монеро мы видели очень резкий импульс в августе наши трейдеры кстати тоже очень неплохо на этом заработали движений в тот месяц и биткоин если вы помните очень хорошо ходил но опять же вот Монеро был одним из лидеров потому что с 40 долларов цена взлетела до 150 что конечно очень интересно еще в связи того что это было сделано всего лишь за пару дней вот после этого мы видим довольно скучную долгую консолидацию но если вот опять же в Монеро вернется былой объем то есть нужно следить за данной гиптовалютой если вернется туда объем причем скорее всего вернется именно в таком негативном ключе мы ожидаем скорее снижение этой криптовалюты до отметки в 60 с текущих 80 долларов то конечно стоит в таком случае по данной паре сделку открывать если туда вернется объем и поэтому некие отложенные ордера можно поставить в данный момент уже но пока саму позицию не открывать двигаемся дальше дешкоин вот это пожалуй мы видим сегодня что на фоне роста биткоина и биткоин кэш мы наблюдаем снижение именно альткоинов других криптовалют сегодня в красной зоне закрываются и эфир эфир классик и зэкэш и монера и лайткоин также да то есть по всем этим криптовалютам сегодня идут довольно серьезные продажи и вот если по тем что мы рассматривали ранее точного сигнала на продажу пока не было то вот дешкоин он есть сегодня и мы уже открыли позиции на продажу и если сейчас сегодня день закроется ниже отметки в 260 долларов то можно будет даже увеличить еще объем этой позиции потому что тогда будет дополнительное подтверждение того что мы можем ожидать снижения данной криптовалюты что касается Ripple то вот кстати это самая дешевая криптовалюта из тех которые представлены в нашей компании она стоит всего лишь 18 центов точнее 16 даже прошу прощения в данный момент но от этого не является скажем менее перспективной мы видим что в ней также зашкаливает волатильность и сейчас после кстати периода снижения она начала падать несколько раньше чем другие криптовалюты альткоины да именно сейчас мы можем вполне увидеть возобновление восходящего движения потому что сегодня опять же был некий относительно высокий интерес к данной криптовалюте опять же повторюсь что более 90% всей ликвидности всех капиталов сейчас находится в биткоин биткоин кэш именно спекулятивного капитала но тем не менее риппл выглядит интереснее других с точки зрения покупок в ближайшей перспективе опять же мы не советуем покупать прямо сейчас сразу а стоит дождаться дополнительного подтверждения это подтверждение будет если мы окажемся выше отметки в 20 центов в таком случае движение цены может быть до 28-29 центов как минимум то есть около 35-40 процентов от капитала можно будет заработать это даже без использования кредитного плеча поэтому опять же довольно интересно будет наблюдать за риппл в перспективе ближайших дней и недель потому что отметка 20 в принципе довольно близко и вот-вот мы можем подняться выше этих значений далее хотелось бы еще сделать небольшую ремарку по биткоину вот на самом деле сегодня мы видели довольно необычную ситуацию такое было всего лишь несказ в этом году когда именно на самом деле был очень волатильный день если мы сравним размер сегодняшней дневной свещи то есть то сколько мы прошли в пунктах то окажется что это едва ли не самый сильный для биткоина день в этом году было всего лишь не более пяти я думаю таких же дней как сегодня и всегда и всегда после подобных движений вверх следует я уже повторюсь вернемся к главному тезису некое затишье поэтому опять же краткосрочно буквально на несколько часов либо скажем дней возможно можно будет продать биткоин но сделать это небольшим объемом и только если он окажется ниже вот отметки в 6 даже 6900 то есть вот именно после цепления ниже данного уровня мы сможем получить дополнительное подтверждение того что покупки пока не предвидятся по данному инструменту опять же мы держим в голове то что 17 ноября и может быть даже несколько раньше будет следующее разделение следующее обновление протокола поэтому перед этими днями возможно будет еще один импульс ускорения цены но опять же повторюсь краткосрочно и довольно небольшим объемом вполне можно продать биткоин тем более риск будет на сделку минимальным можно близко поставить стоп лосс то есть ордер ограничивающий ваши потери и в случае если мы окажемся ниже отметки скажем 6900 наша цель будет 6600 как минимум сейчас я обозначу эти уровни на графике то есть вот буквально до предыдущих вершин которые также отмечен вот до этих вершин то есть уровень 6630 вполне может последовать снижение в случае если мы пробьем данный уровень потому что опять же объем на покупку он не безграничен поэтому сейчас пожалуй что желающих купить биткоин скажем по 7 по 7300 очень мало их было много когда скажем цена пробивала прежний максимум в 6000 то есть по 6 вполне можно было покупать рассчитывая на движение как раз таки в 500 или 1000 долларов но покупать сейчас после резкого роста по 7 по 7300 уже согласитесь не так интересно поэтому опять же вероятнее всего будет именно снижение в ближайшие часы либо дни итак мы подходим уже на самом деле к завершающей части нашего вебинара хотелось бы отметить то что в компании Амаркетс есть целый ряд очень удобных сервисов если вы интересуетесь криптовалютой то конечно же то конечно же найдете для себя очень много интересного отмечу лишь главные ключевые нововведения во-первых это криптопортфель то есть для тех кто не имеет много времени для самостоятельной торговли вы можете инвестировать в портфель на основе криптовалют его доходность около 30% в месяц средняя за последнее время поэтому опять же это довольно перспективное направление причем опять же повторюсь нет необходимости тратить свое время на ежедневную торговлю отслеживание графиков и так далее более того у нас есть биткоин счет то есть вы можете пополнить торговый счет в компании с вашего биткоин кошелька при этом не будет конвертации не будет комиссии за пополнение счета и за вывод также она будет там минимальная либо ее вовсе не будет да у нас кстати анонсировано буквально сегодня вывод без комиссии да с более подробными условиями можете на сайте либо обратившись в компанию ознакомиться то есть можно и пополнить счет без комиссии и вывести сумму также без дополнительных издержек и без конвертации да что более важно то есть в биткоинах завели в биткоинах же и вывели конечно же есть дробный лот то есть не обязательно скажем иметь 6000 долларов чтобы купить один биткоин можно начать торговлю уже и со 100 долларов тоже другое дело что при этом и ваша потенциальная прибыль будет конечно же меньше для тех для тех кто сегодня с нами на вебинаре у нас тоже есть специальные бонусы и презенты если вы сделаете пополнение счета начните торговать криптовалютой то мы обеспечим бонус 25% на ваше пополнение торгового счета то есть допустим скажем внеся 10 тысяч долларов у вас будет 12500 для торговли всю эту сумму вы можете опять же использовать на покупку или на продажу криптовалюты всю прибыль от использования бонуса можно выводить без ограничений то есть на это никто запрет не ставит сам бонус не выводится но вся прибыль от его использования и весь ваш конечно же основной капитал эта вся сумма подлежит выводу безусловно и плюс помимо бонуса вы можете получить специальную книгу в электронном формате от нас которая называется разложится по полочкам там будет довольно серьезно теоретическая часть и конечно же множество практических советов и торговых стратегий по работе именно с криптовалютой поэтому опять же я считаю что особенно на первых порах если вы только начинаете на сфере ознакомиться или только начинаете торговать криптовалютой вам конечно данное издание очень пригодится итак на этом на этом пожалуй можно уже завершать вижу сегодня было бурное обсуждение в чате каких-то вопросов именно по теме я не вижу ну что ж подведем итог до сегодняшнего мастер-класса мы обсудили ключевые торговые идеи новости немного освежили теоретические аспекты обозначили то как можно торговать через какие компании криптовалютой и как сколько можно на этом зарабатывать по всем вопросам вы можете обращаться в компанию мастер-класса пустошная поддержка онлайн чат почта телефон горячей линии опять же пишите звоните будем рады помочь вам начать работать в этой сфере всем успехов в торговле увидимся в следующий четверг напомню уже на следующей неделе мы также соберемся в 19.00 для того чтобы обсудить все последние торговые идеи и ключевые события из мира криптовалют и также конечно повторюсь будем рады вас видеть в нашем торговом чате трейдеров где можно все вопросы задать для тех кто не успел вопрос задать можно будет сделать это в специальном разделе вопросы либо в общем чате оставив свои контактные данные мы с вами обязательно свяжемся и все обсудим на этом все всего доброго и до свидания увидимся уже в следующий четверг и до свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...